Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать две вкуснейшие шаурмы моего собственного приготовления. Правда, одна получилась значительно больше, чем другая, но да ладно. Еще приготовила картошку фри. Рецепт на такую картошку и на шаурму будет внизу. Вы можете перейти и приготовить тоже. Поддержать меня лайком. Почему нет? Давайте приступим. Сегодня я встала очень рано и на улице еще было темно. Я не знаю, только у меня так или у всех так. Но когда я встаю раньше всех, я просто хожу на цыпочках. Домашние встали в 11. Хотя я с 7 на ногах. Когда мои домашние встают рано, это просто звук кастрюль. Сто раз заходят в комнату и выходят. Зовут друг друга из одной части квартиры в другую. Вот тоже так, ребят. Почему я так трепетно отношусь к сну моих родных. Но они нифига не трепетно относятся к моему сну. Мама даже не поверила, что я встала рано. Настолько, представляете. Поэтому, слава богу, что у нас трехкомнатная квартира. И у каждого есть свой уголочек. Я бы не смогла жить в одной комнатной. С большой семьей. Мне нужно свое личное пространство. Эта комната, эта комната бабушки. Бабушка, кстати, не такая. Она не прям так сильно шумит, так скажем. Она говорит, спи, поправляйся. Это у меня худенькая какая-то. Совсем ничего не ешь. И так всю жизнь. Бабушка всю жизнь унушала мне, что я ужасно худенькая. Что если так пойдет, то меня никто замуж не возьмет. Так и получилось. Всегда, когда Шелли к нам приходит и уходит, бабушка подходит ко мне и говорит, айка. Я смотрю на Шелли, на тебя. Мне так жалко тебя. Я говорю, почему? Какая классная фигура у Шелли. А ты такая худая. Бабушка всегда говорит, ты мне напоминаешь сироту. Как будто сирота обязательно должна быть худой. То есть понятие красиво для моей бабушки и для меня, это две разные вещи. Она каждый раз, когда я еду снимать мукбанг, говорит, пожалуйста, айка, давай сделаем прическу, как у Юлии Тимошенко. Я говорю, бабушка, это не модно. Как-нибудь в одном мукбанге сделаем. Он говорит, давай я тебе сделаю прическу, как у Юлии Тимошенко. Здесь сделаем две заколки и здесь вот такая вот коса. Я говорю, у меня коса не настолько длинная, как у нее. не беда, мы возьмем одну косу, вот так, вторую, и получится что-то наподобие. У тебя будет индивидуальность, ты не копируешь ее. Бабушка обещала всегда Юлию Тимошенко, смотрела новости. И вот реально для нее это был кумир. У меня папа работает в сфере железных дорог. И он ездил в разные страны, в том числе и в Украину. И бабушка спрашивала, а куда ты в этот раз собрался? Папа говорит, у вас называется Украина. И бабушка такая, так ты едешь к Юлии Тимошенко? Папа говорит, ну почти к Юлии Тимошенко. У меня есть брат, ну вы знаете. Она всегда говорила, а я хочу, чтобы мой внук женился на Юлии Тимошенко. Начнем с того, что Юлия Тимошенко никогда не выйдет за твоего внука, за моего брата. Во-вторых, она годится в матери моему брату. Ничего так? Она говорит, ничего, будь мудрая жена. Однажды у меня брат прям подсадил бабушку на футбол. Она не совсем понимала, за кого болеть. Брат там всему научил. Она уже знала, кто такой Криштиан у Роналда. И как-то к нам Косте пришли. Бабушке 90 лет, она такая в платке и все дела. По-русски особо не говорит. Такая вот друг, она заговорила по-русски. И другу моего брата такая говорит. Я болею за Криштиану Роналду. Он такой в шоке, откуда она его знает. Бабушка у меня вообще комедия. Она очень позитивная, очень милая, добрая, прям пусечка человек. Без нее, мне кажется, мое детство было бы максимально скучным. Мне кажется, чем старше становятся пожилые люди, тем они становятся как дети. Моя бабушка точно становится как ребенок. Как-то раз сидели с подругой в ресторане, заказали каждой по две шурмы. И нам официант сказал, вы вдвоем будете? Иногда в тик-токе там смотрю, видюшки, макияжи. Прям конкретное перевоплощение. Прям смотришь один в один. Давайте перейдем к вопросам, которые вы мне задали в инстаграме. Вот так вот рандомно выбираем один из вопросов. Итак, первый вопрос. Задает его Соня Кисмережкина. Соня, тебе огромный привет. Хотела бы ты себе перекрасить волосы или короткие? Короткие волосы или перекраситься в блонд? Я бы однозначно не хотела короткие волосы. Это вообще не мое. А в блонд это была моя давняя мечта. Потом я ее исполнила. Прошло время. Я просто думаю, нет ничего краше естественности. Когда уже будет много седых волос, вот тогда уже можно краситься. Пока что, зачем? И так, и так. Очень красиво. А еще такой момент. У меня была подруга. Она покрасилась в блонд. И вы знаете, на лице неровности бросаются в глаза именно со светлым цветом волос. обожаю шурму. Это одно из самых любимых. Так вот, в блондинку я не хочу. с темным цветом волос кожа выглядит значительно ухоженнее. То есть на контрасте. Поэтому, если у вас проблемная кожа или вам вообще не нравится состояние вашей кожи, я вам советую перекраситься в темный цвет. Но не прямо в черном. На пару тонов темнее. и вы увидите разницу. И дело тут не в том, что я боюсь испортить волосы и все дела. Нет. Просто мне не идет. темные брови, темные глаза. Тут такая блондинка. Неохота. Как в вашей стране относятся к азиатскому типу людей? Хочу переехать в Баку. У нас соседи есть сверху. Причем очень даже хорошо живут. Они вроде как таджики. У них тоже азиатский тип внешности. В Азербайджане нету нацизма. Вообще. То есть вы себя будете чувствовать здесь как дома. По крайней мере, я никогда не встречала нацизм. Если хотите переехать, почему нет? Я думаю, хорошая идея. Менять что-то в своей жизни это неплохо. Мой отец в свое время переехал в Россию и мы с братом очень благодарны папе за это. То есть мы купили квартиру, отучились, выучили русский язык, который вам помогает уже здесь. В любом случае это будет experience. В любом случае вы увидите новую страну. Мне был знакомый и он в Москве увидел бизнес, который открыл сейчас в Баку. И у него просто дела супер идут. Он хотел переехать жить в Москву, но в результате там увидел систему и не буду подробно рассказывать в чем заключается эта система, которой раньше в Азербайджане не было и он запустил это здесь первым. Поехав куда-то, ты можешь найти какие-то новые идеи бизнеса да и вообще познакомиться с новыми людьми. Мой двоюродный брат, у которого я работаю, он, например, переехал в Ростов. По-моему, три года он там жил. но потом вернулся обратно. Потому что, типа, зарплаты маленькие. Не понравилось ему. То есть, он думал, что он там же будет зарабатывать столько же, как и здесь. Но тогда надо было переезжать в Москву или хотя бы в Питер. Все-таки Ростов это небольшой город. в общем, не получилось и он переехал сейчас обратно сюда. Жить надо там, где тебе комфортно. Где ты чувствуешь себя дома. Я в России себя комфортно не чувствовала. Я чувствовала себя чужой. Вкуснотища. Закрепим все это дело чаем. В общем, на этом все, ребята. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, целую. Пока.